Бойца в синем углу клетки, ему 21 год, рост 170 сантиметров, вес 61,5 килограмма. Его профессиональный рекорд, 3 победы, ни одного поражения. Его стиль ретлиг из Кыргызстана, Раджер Шайдалайер. А вот и его соперник в красном углу клетки. Ему 23 года, рост 173 сантиметра, вес 61,5 килограмма. Его профессиональный рекорд, 3 победы, 2 поражения. Его стиль ММА из Грослого Чеченская Республика. Анзор Эльгар Раев. Рефриват агоний, Елижан Шевилов. Итак, Анзор Эльгар Раев против Раджа Бали Шайдулаева. Готов? Готов? Время! Бой! Хороший удар с левой. На первую же секунду Шайдулаев заряжает. Ну, несмотря на то, что вот явно делают ставку на борьбу, по крайней мере, вот любительское прошлое об этом говорит, не спешат пока что вот первые 30 секунд переводить друг друга спортсмена. Хотя такое, наверное, сейчас... Это нормальное явление, когда два борца встречаются друг против друга. Ну да. Посмотрите, как хорошего заходит Шайдулаев. Довольно часто так условно сканирую, сканирую, ну я в кавычках беру силу противника в борцовской части, спортсмены, которые оба представляют такие борцовские дисциплины, решают просто на руках разобраться. Это такое понятное явление. Ну и к тому же в какой-то момент бойцы, которые занимаются борьбой, грэппингом долгие, они просто устают от этого. Однако вот все-таки перешли в партер. Классический такой перевод на задную ногу. И классический для самбо переход на рычаг колена стороны чеченского спортсмена. Не успел немножко ножку выпрямить, а вот сейчас... По-моему, слетел немножко с ноги. Да, с ноги слетел. Вот если еще раз попробовать, тут снова есть шанс. Здорово очень. Заходит на ногу, но не фиксирует пока. Сейчас можно на внутреннюю пятку пробовать, но мне кажется, тоже в данном случае не получится. Потому что я думаю, что сейчас, посмотрите, улучшает позицию. Там два очень жестких хомертиста и еще один. Ой-ой-ой, там прям классный есть сейчас вариант крутануть киргизского спортсмена и таки доделать скрутку пятки. Это не позволяет пока. Ну, не успеваю просто передать все нюансы. Их тут довольно много. В болевых на ногу очень важно сначала сбрасывать человека из себя, потом доделывать, собственно, сам прием. Очень трудно делать прием, пока человек контролирует тебя сверху и может использовать свой вес для защиты. У него, пойдет. Ух, еще один жесткий удар. И вот посмотрите, все удары Шайдулаева, они очень достаточно амплитудные и тяжелые. Он их немного выбрасывает, но те, что выбрасывают, они практически неизменно доходят до цели и, естественно, доставляют определенный ущерб сопернику. Еще одна специфика болевых на ноги в том, что их обязательно нужно доделывать. То есть это не те приемы, которые можно как-то пробовать делать. Так, а вот сейчас здесь. Так, а вот сейчас, кстати, очень даже может быть рычаг колена. Вполне возможно. А футлок уже нет. Тут надо выбирать либо футлок, либо рычаг. На рычаг выглядит очень, кстати, неплохо сейчас. Попытка уже нет, к сожалению. Да, и вот то, о чем вы говорили, теряет позицию. Объясню, почему к сожалению я очень люблю, когда пытаются делать болевые на ноги, а они довольно тяжелые. И если делать их, то надо делать хорошо. Потому что если ты их не делаешь до конца, то ты, скорее всего, пропустишь лишних ударов в голову. Так, как соперник находится сверху. Ну, что сейчас и происходит, в принципе. Да, и здесь мое глубочайшее уважение в этом плане Анзору, Эль Гараеву за все вот эти попытки. Это риск. Он на этот риск идет. Но в данном случае пока это работает против него. Ну, смотрите, как здорово заходит. Еще один удар. Заходит здорово. Вот единственный нюанс. То, что вот сначала бы кувыркнуть своего оппонента в сторону. Взял ногу, уронил его на бок куда-нибудь. И потом уже доделывает. А здесь он пытается сразу, соответственно, брать ногу и делать ногу. Что, собственно, играет сейчас против него. И за оставшиеся 25 секунд, скорее всего, особенно ничего мы уже не увидим. Да, боковой контроль заходит Шайдулаев. Бьет отсюда. Был локоть. Сейчас и по корпусу работает. Очень уверен, что кыргизский боец забирает этот раунд. Да, ну и много сил, я думаю, потратил его оппонент, Анзор. И на втором ему будет тяжеловато. Да, это и пропущенные удары, это и попытки приема. И глава потраченная силы. Да, они и когда. Ну, когда у тебя прием не проходит, это, естественно, сказывает. Потому что много энергии приходится вкладывать в каждый из них. Давайте посмотрим лучшие моменты. И... Итак, раунд под номером два. Анзор Иргараев против Раджа Бали и Шайдулаева. Хорошее попадание. На руках довольно жестко сейчас бьет кыргизский спортсмен. Ну, видно, сейчас он верит в себя. После так уверенно забранного первого раунда. Это может сыграть злую шутку, а может, наоборот, очень хорошо для него на этом поединке сказаться. Ну, чуть застыли в таком борцовском противостоянии. Здесь еще позиция не определена. Ну, а здесь, да, есть варианты для новых попыток болевых на ноги. Но другой момент, если они не получились в первом, то уж точно надо, по крайней мере, что-то менять во втором. Не часто, но довольно жестко бьет кыргизский спортсмен. Так называемый Баттерфляйгард, бабочку, держит сейчас боец из-за Грозного. Подзастыла немножко позиция, но в любом случае она более динамичная, чем привычный для большинства схваток гард. Еще два жестких аналитиста. Еще одна попытка выхода на болевые на ноги. Очень неплохой гранд-энд-паунду у Шарилаева. Постоянно он ищет возможности для ударов, добиваний, выходов на какие-то болевые приемы мы не видим. Ну, а Анзор Ильгараев постоянно ищет не просто как-то затянуть схватку, а как именно сделать прием. Вот сейчас тоже шикарно же взял ногу, уронить бы просто в сторону кыргизского спортсмена и плотно зажать ногами. И тогда болевой будет делать ногу. Очень жесткие удары. Видите, он сейчас отсюда, с этого положения пытается что-то делать. Ну, уже, кстати, нет, потому что тяжело, тяжело пропустил лишних ударов в голову. Да, я сейчас не совсем уверен, что... Вот пробовать бы сейчас, конечно, зажать плотненько и уронить кыргизскую спортсмена в сторону. Возможно, уже не совсем так четко соображает Анзор, потому что он действительно удары очень тяжело пропустил. И тем не менее, вот посмотрите, опять попытка, но Раджабали улыбается. Да, вот посмотрите, уронил бы он сначала кыргизского спортсмена, еще дальше прокрутил, и все было бы намного проще. Ну, здесь уже все очень близко к завершению. Молотки еще добавляют удары. И еще Раджабали. Наверное, уже все. Стоит остановить, да. Все к этому шло с первого же раунда. И не удалось Гораеву что-то кардинально изменить в этом поединке. Ну, и логично, что вот так вот бой завершился. И мы видим, что Раджабали... Шадилай по-прежнему остается незнающим поражением. Это четвертая победа для него в карьере. Очень интересного проспекта нашли, как часто бывает в Лиге ЕСЕЙ. Да, вы знаете, и есть предположение, что мы увидим этого спортсмена снова, потому что показал он себя очень хорошо, достойно. Ну, и мое глубокое уважение Анзору и Гораеву, потому что искренне люблю всегда видеть, когда спортсмены пытаются делать болевые на ноги, они очень непростые. Но у них вот всегда есть специфика, что если их делать, то надо доделать обязательно. Или, по крайней мере, делать безопасно, то есть роняя сначала соперника в сторону, искренне желая ему довести эту технику до совершенства, и тогда, конечно, людей, многих будет проходить насквозь. Потому что навык у него, безусловно, уже есть. Дорогие друзья, время остановки боя третья минута, 20-30 секунд до второго раунда. Таким образом, дефицитским нокаутом победа держал Раджан Шайдон Лаен! Ну, что ж, хороший бой, и киргизская сборная, условно, сейчас восстановила некий паритет. 1-1 на данный момент у них сегодня на этом турнире. Посмотрим, что будет дальше. Продолжение следует...